Девушки отдыхают 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 и будет в своем конечном итоге привести к победе социализма! Ура! Яхтин! Да ты будешь слушать, пожалуй! Не слушать не буду! Решение ЦК и кончено! Да ты пойми! С утра садись на трамвай и катись! Адрес Почтанское, министерство почты, телеграфу, трамвай номер пять! Прощай, товарищ министр! Повестованных министров доставить в крепость! Подъезд передай в комнату номер шестнадцать! Есть! Максим! Хорош голос, дядя Михайлов! Ничего голос, вас упражняю! Давай, 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 давай! Присядем, здесь хорошо! Ветер и песня! Хорошо поют! Только песня старая! Давай, Максим, сочиним новую песню! Дядям и сочиним! И споем я баском и генером! Да не умею я песенку сочинять! Не умеешь! Что ж ты умеешь, Максим? Да вот дворцы кое-как научился занимать! Дворцы это что? А вот помнится, ведал ты в Сормове больничной кассой, Максим! Было! И в ссылке был, говорят, лихим казначеем артелей! Бывали мы и в казначеях! И чего мы смотрим? Перед нами, можно сказать, финансовый гений! А мы ищем, отчаиваемся! Значит, правильно, мы решили, есть для тебя работа, Максим! Ну? Про Государственный банк слыхал? Слыхал! Так вот, получай его со всем содержимым! Ты назначаешься в Государственный банк полномочным министром, по-нашему комистаром! Это не как тронулся, Яков Михайлов! Думаю, что нет! А что, похоже? Ну, какой же я банковский деятель? Эх, Максим, Максим! Не готовили мы министров в специальных школах! Но, небось, горшки обжигают! Давай, шагай в цитадель капитала! Знаем! Тяжело тебе достанется! Придется бить и ломать по-революционному! Придется сдерживать гнев! Слушать! Учиться по-деловому! Ничего! Справишься! На то ты, Максим! Оставайся здесь, можешь понадобиться! Прощай! Волномочный министр! Постой, Яков Михайлович! Пусть! Максим, да! Готов, комиссар! А что это не делится, нет? Яков Михайлович! Ну? Плохо дело! Назначили меня, Егор, в банк! Деньгами заведовать! Максимка! Как же это? Боевого человека! Серого орла на позор! А на что солдату деньги? Солдат шилом вреется! Солдат дымом вреется! А ты понимаешь, какие там деньги? Народные! Миллионы! Ты понимаешь, Егор, что такое миллион? Миллион! Умом не пойму! А только нежели у взводного за руб совесть купить может! Что ж это миллион? Ну, виду, понимаешь! А ну, давай будем охранять! Стой! Гавтрому все силы понадобятся! Давай искать место для ночевки! Давай! Здесь, что ли, на постой становиться? Ну, подожди! Ага! Ну, Максим, ложись и спи спокойно! А я тебе караулить буду! Всю ночь караул! Караул! Миллион! Эх, Максим, Максим! Горемычная твоя голова! Носить тебе еще, Максимка, фрак с хвостом! И цилиндр! И жениться тебе по государственным соображениям на дочери Аглинского короля! Ой! В голове моей мозги сыхали, Сердце кровью мое облину, На измену собранного друга Пострадать, значит, время пришло! Там, где бьется река Амазонка, Там не буду тебя вспоминать! Буду петь и смеяться я звонко, Буду южных красавиц назад, Граду я Благодарю трехмочтовую И покину родители Министер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По сути господина министр... Обязанность несет... Товарищ министр... Господин Нератов... Да, да, да... Нету... Ни обязанности, ни министра... А кто вы такой? Комиссар рабоче-крестьянского правительства... Вот мой мандат... Милостивый государь... Российский государственный банк... Находится вне политики... Вне борьбы групп... И партийных раздоров... Малейший подрыв... Случится в гостров... Банковые билеты потеряют силу... Остановятся заводы... Западные страны... Не дявят претензии... Россия погибнет... На нас... Возложена великая ответственность... Поэтому мы не позволим... Никому вмешиваться в наши дела... Возьмите... Обратно вашу... Бумажку... Это не бумажка... Это мандат... Выданный рабоче-крестьянским правительством... Мы не признаем ваших мандатов... Никаких комиссаров... Вы не посмеете тронуть банк... Сударь... Прошу вас удалиться... Значит, не договорились... Хорошо... Поговорим с массами... Товарищи... Я послан к вам... Рабочими Петрограда... Советской властью... Вот Петроград... Нарвская застава... Охта... Выборгская сторона... Здесь кружочки... А для меня это... Заводы... Дома... Живые люди... Я пришел к вам от этих людей... Рабочие стоят у станков... И мне платят... Жены их мерзнут в очередях... Дети умирают... Очень интересно... Рассказывает молодой человек... Рабочие мне платят... А господа заводчики... Переводят свои капиталы... В иностранные банки... Солдаты мерзнут в окопах... А бывшим министрам... Выдают миллионы на представительство... Придется пересмотреть нам... Счета Бачмановых... Монтажевых нобелей... Придется нам с вами, засучив рукава... Взяться за дело так... Чтобы не умирали женщины... Живы, чтобы остались дети... А позвольте вас спросить... Какая разница... Между активом... И пассивом... Счета Бачмановых... Счета Бачмановых... Не скажет ли нам... Все министры финансов... Сколько будет... Дважды два... Дважды два... Будет четыре... А насчет актива... И пассива... Боюсь, как бы некоторые из чересчур активных шутников... Не вышли бы в скором времени в пассив... Хорошо... Я ничего не знаю... Зато знаете вы... Я пришел к вам... Я прошу вас... Помочь народу... Взять власть в свои руки... А это, пожалуй, верно... Кому верите... Которжнику... Анархисту... Для власть... Учредительному собранию... Анархисту... Анархисту... Господа... Господа... Он назвал нас товарищи... Ну и во мне товарищи... Вон... Вон из ван... Вон из ван... Никакой поддержки... Пусть сами справляются... Уходим... Посмотрим... Что они будут делать без нас... Конючий... И слесаря... Галифомерцами... Всем выходи... Всем до того... Входи... 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 Ты что, с буржурами меня ещёся?... Гранату швырнуть не позволил... Боже комиссар... Какую такую гранату? Да ты что, в тунию? Да она у меня пустая. Уж очень швырнуть хотелось. Прямо весь стажу. Место сегодня нахожу. Вот твое место. Караулить здесь, пока я наряд Красной Гвардии не вызвал. Слушаюсь. Алло. 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 Барышня. Ну, и как мне барышня? А кто же такой? Матрос корабля Республика? На кой у тебя тёрт телефонной барышней заделался? Ага, понимаю. Ну, послушай, друг, раз ты за барышню, выдай мне номер 317-52. Да нет, ты не пробуй, а ты втыкай. Нам теперь пробовать некогда. Алло. Алло. Завет. Наташа. Слушай. Вышли мне наряд Красной Гвардии понадёжнее. Немедленно. И потом разыщи людей, которые работали в страховых кассах. Давай побольше, у меня вакансий много. А теперь прижми трубку покрепче. Только тебе и скажу. Вышел из меня министр, как и сказла Панамарь. Ничего, разберёмся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Денег нет. Мы не можем работать в таких условиях. Мы мываем руки. Господин заведующий, кушать ведь есть надо. Господин, да жизнь-то так! Тише, бабоньки, я вам объясню, как жить. Вот что, плохо ваши дела, гражданочки. Тырили ваши деньги, господа, товарищи большевики, а? И называется это пищи-пляши советская власть. Да делать-то что? А ты, ты, ты. А вот что делать. Пока всех денег не профили в Совете, идти, так сказать, всем народам совет. И вытянуть, и вынуть из них дьяволов пушку. И, между прочим, деньги. Папа! 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 Поседи себя, крестным слабеньев, православный народ! Папа! Папа! Паляй! Паляй! Папы! Паляй! Папа! Вопрос 48. Об отделении бывших работников строковых газов в государственной банке. Вопрос 49. Об походе рабочих завода «Пеникс» за сырьем. Вопрос 50. Об организации народного суда. Алло. А, здравствуй, товарищ Максим. Людей тебе в банк посылаем. Да? Ну так что ж там мало? Зато люди какие. Лично я иду. И Жмунин, и Павликов. А больше нет. Да что ты на меня кричил? Вот тебе, товарищ Наташа, на нее и кричи. Да. Плохо, Максим. Нет людей. Здравствуй. Заняты. Понимаем, что тебе много нужно. Хорошо, приезжай. Вместе подумаем. Придется людей в банк подбавить. Посмотри-ка списки пока лапшин. Следующий вопрос. Товарищ Наташа, там толпа. Какая толпа? Товарищ Наташа, там толпа. Не колесите. Бабы. Отнять бабу. Что рак тебе сказано? Не бабы, а женщины? Садите. Садите, товарищи, садите. Ну давайте, давайте. Тульев мало. Садитесь на столы. Принимайте участие в разговорах. Давай, давай, входи! Усели? Следующий вопрос о продовольственном положении. Слово имеет комиссар управы товарищ Тураев. Кто идет? Это главное, которые карточки выдают. Глеб, сахар. А пряники? И пряники. Товарищи выборские рабочие и работницы. И что? Дядя, дай пряники. Нет у меня дорогой для тебя пряников. Хлеба тоже нет. Запасов в городе на три дня. Картошки напить. Подвоза нет. В продовольственной управе сидят. Черт его знает, что за люди. А тронуть их нельзя. Совсем запутаемся. Так что плохо. На ваш район выделяем вот цифры. Насчет норм решайте сами. Нормы сейчас будем решать. Сейчас. Вы что скажете? Домашний хозяй. Что нам нужно сказать? Что ж как не вы? Вы же дома в семье распределяете. Местное дело. Работник больше надо. Он даст все сдохнем. Работающим четверка, а прочим восьмушка. Значит, принято. Мы будем идти. Не торопись, товарищ Турай. Отчет перед массами, так отчет. Вопрос есть? Есть. Ты скажи мне, Андрей Ефимович, кто там у вас знаком сидит? Ты на продовольственной управе. Лена, на тебе. Постой. Нет, ты постой. Ну как же? На Невском. Пирожные. Крем по руле всякий. А на Выборской. Правильно. Правильно. Оспекуляйте на рынке. По Сурдию. Машенька, шесть часов в очереди стояли. Очень ярко. Вы говорите, что я не могу сейчас. Выставайте, что я не могу сейчас. Выставайте, что я не могу сейчас. Вы зачем пришли? С дочетом садитесь будем отчитывать. Плохо работаем. Виняйте. Помогать пришли. Товарищами будете. Вредить? Так кому? Думаете, по щучьему визу? Сделенью все сделается. Царская власть, Керенский, по счету все сдали. На голод жалуйтесь. Сачку и война постарались. Мы нас хлебывать хотим. А Вы на нас криками. Совет границ. Отказывает Пуп крестить нашего наследника Писаревича. Говорит, не крестить, не венчать, не хоронить вас, антихристов, не буду. Расточитесь. Пришли в совет. А что же мы вам делать можем? Охрещай, Комиссар. Сума сошел. Нечуточки. Когда наши под царским селом смертью легли, не звай мы попов. Сами зарыли от пель. И крестить обойдемся. Вот. И Мария Ивановна позднялась. Правильно, Мария Ивановна? Да ж говорите это. Ну что ж. Не приходилось? А можно. Тащите сюда книгу, попросили. Видите ли со стороны отца. Кто? Стой, стой. Марка, это да. А ну в чем дело? Лаписти мои, Кристина. Твой, Вася. Твой. Ну, свидетелей ставлю я. Значит так. Вы мне людей в банк, я вам свидетелей, а? Ну, идем, Егор, кумовья. А я всему свету кум. Ох, Вася, кумовья. Да ведь кумов один полагается. Для такого-то случая, по-моему, в кумовья надо весь наш славный красногвардейский отряд. Верно. Согласны, товарищи. Барашкина Васю почтить. Да. А с кумеринкой. А-а-а. Одной кумы наху кумов. А-а-а. Дорогие гражданочки, не зная имя отчества, расскажите честь поступайте в кумы. Идет. А имя такое наш. Как родился он в дни создания новой жизни, а ей наша партия виновник, имя ему дам в честь вождя нашего Владимира Ильича Ленина. Владимир! Выборгский районный совет поздравляет молодых родителей и желает им вырастить такого же хорошего большевика, как они сами. Жаль, подарить ему нечего. Страна наша пока не щайгала. Ничего. Выправиться. Ура! Ура! Альфа! Сен-Альфа! Сен-Альфа! Горит склад топлива на Ботениной. И на Охте. И в лесном. Все запасы топлива горят. Заседание Совета прекращается. Все члены Совета Красной Гвардейцы и Пролетарии считаются мобилизованными. Пошли. Наказание Божие. Поймали. Поджигателя поймали. Кто такой? Говорит, рабочий. Рабочий? А почему пошли, капитер? Я в всех убью, а мне... Героя? Героя? А почему? Героя? 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 Продолжение следует... 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 Ваше степенство, от двух бортов в лузу. Ты в полку был? Плохо, ваше степенство. Солдат ведь он всегда недоволен, и сговорить его можно. Только трудный народ. Проходить даже стал опасно, прямо п-п-п-п-п. Да, эх, всколыхнуть бы их чем-нибудь. Ты про склады плет? Какие склады? А, винные, есть, есть, Ваше степенство. Охрана большая? Какая там охрана, так? Полку знают про них? А что? О, шестиклет. Ваше степенство, золотая идея. Ух ты, богатый, это... Погоди. Сам в полку не ходи. А кто? Она пойдет. Врачка. Я ведь там. Ага. Ну, Дудечка, радуйтесь, радуйтесь, Дудечка. Приобщились к великому делу. Что это? Садись. Садись. Бей. Бей. Слушай, женщина. Я с детских лет цена рот дерусь. За голову мою десятки тысяч товарь. Никаким золотом, никакими деньгами меня не купить. Ради тебя. Ради таких, как ты и я. Менимы всякие нежные. Хотят России, Тарик. Русских тушить. Мам. Другательство. Холод. Как, по-твоему, можно это терпеть? Будет им. Будет им конец. И хлебуют. Будет. И детей не заберут. Швейцкий пледный. Скажите, что делать? Куда идти? Может, ваша правда. Пойду. Всюду пойду. Серьез понеслась. Ваш номер шестнадцатый. Вас вызовут. Пейте, тусенька. Пейте людей, которые жить хотят. За сходом, треском и вверх. Эх, теплёнок жареный, теплёнок жареный, Теплёнки тоже хочет жить. Пейте людей, которые жить хотят. Не забрать это, Максим. Во всем районе нет дробов. Абсолютно такая жара. Пусть только не тонет. Да не тонет. Совсем не так, Маша. Какая я Наташа. Не Елена. А школа? Товарищ Ефремов, пиши резолюцию. В школах топитесь. Хорошо. Делаем. Максим. Да ничего, Максим. Ничего. 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 Теститет. Хорошо, Максим. Суколёв. Я протестую. Я протестую. Я протестую. Я протестую. Я протестую в реванце ночью к врачу. Твоё художество? Не отрекаешься, моё. Так ведь честью просили не помогло. Но мы и поднажали. Меджопрадзе! Я не могу с вами иметь никакого дела. Немедленно доставьте меня домой. У меня семья. И у меня семья. Вон жена больная. Спасите мне жену, доктор. Какую жену? Я не признаю большевиков. Покажите мне, Григорь. Две грища ничего. Ответите и ранения. Нужно хорошее питание. Курица. Порошок вино. На чём рецепт не стоит? Вот. Закажите срочно в аптеке. Спасибо, Бабе. Что это? Ваш гонорар. Я ваши деньги возьму. Они нажатые гибелью России. Можете не беспокоить. Это не те. На лесном толпа. Громят им и спады. Боже мой! Сколько людей в совете? Мало. Звони в крепость, пусть высылает народ. Это не Максим. Он на дело стоял. Это я, Лизавета Кукушкина. Максим. Всё хорошо. Спи. Все спят, а ты не спишь. Ту. Всё хорошо. Хозяева первый сорт. Тысячи платят. Ру. Ангелы, с нами Бог. Орлы, вперёд! Не родись! Если засыпьтесь, орлы, вызволю, лучших адвокатов возьму. Жди! Томи! Чтоб и город в странном стоял! Орлы, вперёд! Ангелы, прыгай! Орлы, вперёд! Орлы, вперёд! Подпихнули! Три завище, красотами! Сидя, мягче, снова народу! Ай, давай навеской! Рапогатили ночи, да! Довольственный котик из Соболя! Не одному решил бы, чтобы согреться рядом, да! Братцы, красота, революция! Это дарма! Последний день, родственничный, на вырос! Это дарма! Орлы, вперёд! Пошёл очищить помещение! Вы не верите в крабы, я и на сзади! Именем итальянского короля я! Именем итальянского поэнпериата! Слезай к чёртовой маме! Эй, милый пав! Девять! Слезай к чёртовой маме! Слезай к чёртовой маме! Слезай к чёртовой маме! Слезай к чёртовой маме! Назад! Именем сарянской власти назад! Грабители будем стрелять на месте! Назад! Слезай! Не смешно! Не смешно! За что? За что? КОНЕЦ Поехали! КОНЕЦ Уходя из банка, вы забыли кое-что передать. Вот. Ключи от центральной кладовой. Ключи от секретных сейфов. Ключи от архива. Ключи от секретной переписки. Всего 36 ключей. Если вы не коллекционируете ключи, покорнейшая просьба вернуть. У меня нет никаких ключей. Ну что же. Пишите домой записку, чтобы не беспокоили. Вы меня арестуете? Нет. Вы просто окажете мне честь, проведете здесь, в моем кабинете ночь. Утром ко мне явятся за деньгами представители заводов, солдаты, солдатки, учителя, инвалиды. Я не взвещите, направляю их к вам. И от души говорю. Не завидую я вам, гражданин, бывший управляющий государственным банком. О-о-о, вот это по мне. А ну давай, давай, разбирай, только поворачивайся. Все в порядке? В порядке. Гости не жалуются? Не, не жалуются. Выставить двух красногвардейцев, телестора домой везти. Ну, сагитировал? Сагитировал. Ага. Петро, жильцы! Справляешься? Да так бы на честь десяток, все до тонкости изучим. От сефей отвык, как сну тянет. Да, соснуть бы теперь. Вообщеah. Б enjoyingить. Бежевый... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, Максим Добрый вечер, товарищ Седлов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно, до завтра Нет, до сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Убийцу пяти женщин Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мои подзащитные И оказались жертвами вечерни гбарен Сварящий анάλ occasion И по совести граждане Их вообще судить нельзя Судить надо тысяче граждане а не тысячи Тише Прошу не мешать защите. Благодарю. Перейдем в суду по закону. В чем обвиняются, граждане? Ползиков, Прикалов, Глотов, Харчевский и Чеберянцев. И Кликуша. Кривуша. Кривуша. Пункт первый. В грабеже винных складов. Хорошо. А где же истец? Насколько мне известно, склады принадлежат господину Смирнову. Где же его иск? Я не вижу иск. Если уж на то пошло, так ведь и ваша так называемая Красная Гвардия громила склад. Тем самым причинила ущерб собственности господину Смирнову. Вполне уместен вопрос. А судьи кто? Эрго. Пункт первый, отпадает. Пункт второй. Стрельба. Это, конечно, преступление. Статья 75-76, уголовное уложение. Но, чем доказано, что стреляли именно они? У меня есть свидетельство. Вполне уважаемых граждан. Эээ. Ну, тут у Смири адреса. Которые утверждают, что в момент стрельбы обвиняемые находились внутри погребов. А не на улице. Полное, безусловное алиби. Разреши, товарищ судья, вопрос, прощите. Товарищ. Ты вот все законы выучил. Все на свете посвятить можешь. А мне вот что хочется узнать. Охотно вам помогу. Товарищ. Разреши тебя спросить. Бандиты они или не бандиты? Я не понимаю такой постановки вопроса. А все же скажи. Бандиты или не бандиты? Ну, я ведь уж объяснял. Нельзя упрощать. Надо ставить вопрос юридический. Бандиты или не бандиты? Бандиты или не бандиты? Граждане, я прочистую. Бандиты или не бандиты? Граждане, но это же абсурд. Но где же правовые нормы? Вы лектируете суд? Бандиты или не бандиты? Нижняя, кто еще хочет слова? Я. Был у меня приятель. Малость подслеповатый. Пошел как-то рыбу удил. Сел к реке спиной, закинул удочку в траву. Весь день удил, так ничего и не выудил. Дается мне, что господин адвокат тоже не в ту сторону удочку закинул. Бандиты, его подзащитные или не бандиты, это для нас не вопрос. Бандиты! Другой вопрос меня интересует. Случайно они, молодчики, вместе собрались? Или не случайно? Я спрашиваю вас, господа подсудимые. Кто вас послал? Ничего не знаем. Все на пластином. Все на пластином. Ничего не посылал. Ничего не знаем. Я протестую нарушенную элементарную юридическую процедуру. Вы не имеете права давать слово для обвинения после защиты. Почему для обвинения? Я тоже в защиту. Только вам защищать их, как у пасмирнова, да офицерскую честь. А я защищать хочу выборгскую сторону. Питер и советскую власть. Верно говоришь? Сплошным кольцом окружает нас враг. У него деньги. Может, те самые, что у нас в банке похищены. На эти деньги подкупались бандиты и погромщики. На эти же деньги. Впрочем, вы, вероятно, из идейных соображений. Совершенно идейных. Ну, я так и думал. Вы поглядите на этих молодчиков. Их с поличным поймали, а они наглечают. Уверены, что деньги спасут, их вызволят. Ну, нет. Не спасут вас никакие деньги. Советский суд не подкупишь. Перед лицом суда, перед лицом народа я спрашиваю вас, кто вас послал? На чьи деньги, где нанимали вас? Кто за вашими спинами прячется? Думаете, не найдем? Найдем. Будьте плодонадежны. Давайте, семена. Молчите. Ну, так не ждите. Нет и не будет вам пощады. Судите их, граждане, судь. Господин адвокат призывал судить либо по совести, либо по законам. А я говорю, судите и по совести. По революционной совести и по законам. По высшим законам Октябрьской революции. И по совести, и по законам говорю я вам, граждане судьи, и вам, товарищи, людям этим и тем, кто их послал, не давать пощады уничтожать. С именем революционного народа Революционный народный суд восстановил за разгром погребов призыв к грабежам и стрельбу граждан Ползикова, Прикалова, Глотова, Харч-Харчевского, Чеберях и Кривушу расстрелять. Что за приговор? Прошу поднять руки. По тому же делу об участии с ядом погроме Евдокии Козловой. Евдокия Козлова. Евдокия Козлова. Не работает. Работает. Где? Солдатка она. Муж на фронте. Верно? На что живете? На пособных. А его жди, как рак свистит. Дети есть? Есть. Сколько? Двое. Старшему сколько? Восемь. Совершенно несущественный вопрос. А тебе? По паспорту двадцать девять. На вид под сорок. Известно. Голод не красит. Живешь где? Адрес в деле есть. Бабурина восемь. Квартира тридцать два. Буржуйка. Собственная потеря умеет. Разреши сказать. Товарищ Наташа. Говори. Были мы на этой квартире. С Марьей Ивановной. По твоему приказанию ходили детей проведать. Квартира, прямо скажем, тюрьмо. Подвал. Со стен каплят. Окно спитак. Видывал я плохие потери. Сам в углу жил. Ну, это палаццо всех хуже. Тише. Перейдем к изложению дела. Мищенко. Я был свидетелем действий этой гражданки. Квартира, может, в нее гадкая. Но натуру, что выявлено, еще гадает. Самое, что ни на есть, бабья натура. Тебя не про бабья натуру спрашиваю. Извиняюсь. Подостоверяюсь. Что гражданка эта замечена больше всех. Погреба. Грабила. Грабила. Пап. Бутылки унести хотела. Кофт. Это бы еще ничего. Если бы не идеология. Агитацию ввела. Бить. Убивать нас призывала. Как самая чуждая контра. А за что? За то, что пинчишко подлое помешали грабить. И спекулировать. Эту гражданку надо засудить крепко. Чтоб другим бабам, гражданкам, не понадобно было. Все. Может, она не для продажи брала. Продавать собирала? Продавать. По какой цене? Не знаю. Опять. Путылка. Ну, это еще по-божески. Известно тебе, что писала советская власть о погромах? Понимаешь ты, к чему они ведут? Ну? Не знаю. Ничего не знаю. Судите, вяжите, веляйте. Все равно собачья жизнь. Ты? Что ты можешь понять обо мне? Ни детей у тебя, ни горя. Судя по десять пропаган. Ничего больше не скажу. Не вижу. Итак. Йика. Все равно собачья жизнь. К tattoos. Ух. Ничего больше не знаю. Ух. Ничего. Суд считает возможным прекратить обсуждение. Сейчас приговор. Приговор именем революционного народа. Революционный народный суд Выборгского района, рассмотрев дело жены мобилизованного Евдокии Козловой 29 лет, постановил, первое, за участие в яном погроме и несознательные действия объявить Козловой общественное пролетарское порицание, второе, поручить Выборгскому районному комитету партии большевиков разъяснить через агитаторов Козловой, равно как и другим неорганизованным женщинам Выборгской стороны, смысл учения Маркса о новой жизни. Третье. Предложить Выборгскому совету переселить Козлову с детьми из сырого подвала в здоровое помещение, реквизировав для этого комнату у лиц богатых классов, как и предлагал товарищ Ленин. И так хорошо! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это юридический абсурд. Нонсенс. Да, ну а? Черт. АПЛОДИСМЕНТЫ Как же? Как же это? Я ведь и грабила. Монтовала. Не понимаю. Дура, дура. Советская власть. Как же? Как же это? Лучше убейте. Не понимаю. Гадрец. Люди. Пожалеете, не обманывайте. Всю жизнь обманываю. Ты. Ты. Ты что говоришь? Тут скажи. При всех скажи. Я грабила. Я советскую власть материла. А мне советская власть. Прощай. А когда же? Когда же было такое? Я. Я Ленина. А мне Ленин. Кирилл. Ленин. А вы. Ты тот. Вы Ленина хотите убить. Меня сговорили. Не повинны. Ни в чем не повинны. Это что он? Он говорил вызволит. Золотые горы обещал. После уследительного собрания. А. А спаривал. Говори. Говори, Платоша. Смерть видим. Для кого Платоша? А для тюрьма Платон Васильев. А ну говори. А то я с тобой хуже Господа Бога поступлю. Я вас прошу. Меня не запугивать. По избежанию международных осложнений. А нас тоже, значит, под расстрел. Да? Сыр. Асполтались. Орлы. Цыпленки. Ну что ж, промазал? Не того шара сыграл. Донцы. Пишите. Все расскажу. Неизвольте ли видеть 5 января, день открытия учредительного собрания? Пишите. Ай! Убейте. Так. Значит, 5 января, день открытия учредительного собрания. Ну и дальше. Волк с орудием и броневиками. Как же вы отправляются на фронт? Проходит мимо Таврического. Внезапно поворачивает. Ходит и... Сейчас же будет организовано правительство. Конечно, без большевиков. В крайнем случае мы возьмем наиболее порядочных из них. Каменева, Зиновьева. А Ленин? С Лениным, как с политической фигурой, будет покончено. Мы предлагаем старейшему из нас открыть учредительное собрание. Волк с орудием и броневиками. Граждане, нам незачем ждать представителей власти, которую мы не признаем. Мы ждали. Мы ждали. Это что такое? Делаем. КОНЕЦ КОНЕЦ Центральный исполнительный комитет советов рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть учредительное собрание. КОНЕЦ Еще часы мы поговорим с ними иначе. Россия объявляется республикой советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. КОНЕЦ Кончилась ваша власть. Они думают, что они на митингеаха, что перед ними уличная черта. КОНЕЦ 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 Шестьсот шестьдесят сволочи, шестьсот восемьдесят сволочи керенками, семьсот погаными керенками, себе небось золотом иностранной валютой. КОНЕЦ Шестьсот Сорок Шестьсот шестьдесят, нет, к черту, к черту, на дом, к Оледину. Восемьдесят Восемьдесят Восемьсот К чертям, Питер и дурацкие заговоры. Восемьсот 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 КОНЕЦ Кто там? Десять лет назад так же шел снег Мы готовили выстрел, Лера Я помню комнату Тишина, почти молитва А где... К черту! Хватит болтать Наслушались Мы хотим действовать, понимаете? Две недели вы держите нас тут Заперти, как в клетке Свету не видим Людей Говорите! Когда? Сейчас Я из Таврического Там решается все Ждут только нас и наш полк Время идти Еще час И что? Нам надоели ваши тайны и политика Мы хотим знать! Давайте! Идите! Ну! Тише! Тише! Вы на чьи деньги здесь живете? Валяетесь? Пьянствуетесь? Надо идти Поднимать полк Брать Таврический Схватить тех А там Пуля Случайная пуля Обязательно! Спокойно! Ну? Ну! Вводи оружие! Ну! Не вышло, голубчик Что вам здесь нужно? Мы собрались, чтобы идти на фронт Защищать родину Родину? Козлова Он Граждане Не в первый раз выступаю я с этой трибуны Ваши места Занимали помещики И капиталисты Не вижу разницы И это знакомо! Только теперь нас не перекричишь Время другое Вот тут Было пять человек А теперь их сотни А за ними все трудящиеся В России Вы отказываете им В праве на новую жизнь Смотрите, как бы они Не отказали вам В праве решать их судьбу Наши пути Наши пути Несходившиеся и раньше Окончательно разошлись Окончательно разошлись Акция большевиков В полном составе Покидает учредительное собрание Самым фактом Открытие учредительного собрания Провозглашается Конец гражданской войне Не довольны ли Мук И скорби Не надо больше штыков и ружей Да прекратится война Не надо крови Протянем руку Гараул устал Я предлагаю закрыть заседание И разойтись по домам Сейчас Внесено в предложение Принять испрений Обращение к союзникам Обращение к цивилизованному миру Закон о земле Закон о неприкосновенности Членов учредительного собрания Гараул устал Объявляю Закрытым Первое заседание Учредительного собрания Следующее собрание Состоится В пять часов дня После дождичка В четверг ПОДПИСМЕНТОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИНОМИН Открыть окна и двери! Проветрить помещение! Продолжение следует... Здравствуйте, граждане! Чем могу служить? Группа служащих поручила мне... Мы всегда рассматривали свою работу в банке как службу народу. Мы ушли из идейных соображений. Но наше сердце по-прежнему здесь. Что же вы сделали с банком, гражданин-комиссар? В купонном отделе, где работало 100 человек, теперь какие-то 20 курьеров. В валютном отделе 5 счетчиков. Что это такое? В сложнейшей книгах копаются безграмотные люди. Курьеры! 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 30 тысяч одних курьеров. Что же дальше? Разрешите ответить? Так вот. Предыдущий оратор, конечно, все исказил. Еще бы! Истина вам не по душе. Попробуйте опровергнуть! Все исказил. По его мнению, дело обстоит нехорошо. Мало сказать, нехорошо. Отвратительно обстоит дело. И считать гражданин банковской деятель не умеет. Если бы в купонном отделе работало 20 человек, а то ведь только 7. И в валютном не пятеро, а один. И не счетчик, а тоже курьер. Действительно, совсем по Гоголю одни курьеры. Вот видите. А банк у нас все-таки работает. Так вот, насчет Гоголя и курьеров. Позвольте и мне спросить вас по Гоголю. Ну что, сынки, помогли вам ваши ляхи? Или мне другое место из Гоголя вспомнить? Насчет архиплутов. Протобейский надувал морских. Как он смеет? Как он смеет? Разрешите по порядку, по банковскому. Вот тут у меня по графам приход и расход. Разрешите огласить. Номер первый. Расписка служащего банка Шумахера Карла Ивановича получена для раздачи бастующим чиновникам отдела выдач. Вперед! На ноябрь, декабрь, январь. 40 тысяч рублей. Такие же расписки от Матриевского, Альтшулера, Гейнца, Лапа-Данилевского. Это, так сказать, пассив. А откуда же брались деньги на эти идейные выдачи? А вот, графа пятая получена чиновникам Андрезеном по подложному ордеру 205 тысяч рублей. Это ложь! Что вы, что вы! Документы налицо! 18 подложных ордеров на общую сумму в 11 миллионов рублей с хвостом! Извините за небанковский термин. Вы думаете, что все эти деньги пошли на вас? На премии за саботаж? Ошибаетесь! На эти деньги подкупались бандиты, учинявшие погромы. Нанимались люди, взрывавшие пути, чтобы лишить Петроград хлеба. Кормились офицеры, пытавшиеся устроить восстание, захватить Таврический дворец и убить Ленина! Ну-су! Господа банковские деятели, какой же подвести баланс вашему поведению? Но это другие! Мы не учиняли погромов. Мы мирные русские люди. Вы русские люди? И вы еще смеете говорить о России? Что у вас русского, господа шумахеры, мацеевские, андрезами? Фамилии у вас немецкие, капиталы вы охраняли французские, со шпионами знали с английскими, а порядочки мечтали завести японские? Не выйдет! Ну-су, я думаю, поговорили. Гражданин комиссар, а если мы согласны вновь приступить к работе на условиях? Условие одно, никаких условий. И группами принимать не будем, поодиночке, пожалуйста, со строгой проверкой. Комиссия назначает товарищей Капицына, Лапшина Сазонова. Значит, Сормовск мог, что вывечи под оборудование отказывает? Отказывает. Зная это оборудование, работал на нем, верявая. Товарищ комиссар, вам письмо из Парижа от директора французского банка. Протестует против аннулирования бумаг. Что отвечать? Отвечайте хорошим французским словом adieu. Ладно, ладно. А, товарищам Путиловцам. Чем обязаны честью? Ей не вносим 37 тысяч. Дорогие, дорогие. Подождите, где-то тут конфетки Наташа оставила? Получайте. Ну, заходите почаще. Идет. Готовы, товарищ комиссар? Закончили, дорогие. Давай, давай, клади сюда. Как несете? Как несете? Осторожно. Эх, музыку бы сюда. Барабанный буй. Роспись общегосударственных доходов и расходов Российской социалистической федеративной советской республики на 1918 год. Кто на машинке печатал? Попова и Слудская. Примировать их. Вот два фунта картошки. Но красиво напечатано, с чувством. Роспись общегосударственной. Ох, чует мое сердце, напутано. Со школами все напутано. Ничего не напутано, все в порядке. Врешь, врешь. Не со школами, так с больницами. И с больницами полный блеск. А родильные дома включили отдельно? Включили. А пособия солдаткам? Тоже. Все как следует, хоть сейчас, товарищ комиссар. Можете не волноваться. Да не могу, волнуюсь. Думал ли я, питерский доказь, что когда-нибудь первым буду глядеть первый бюджет работе республики? Как же не волноваться? Да я не за то волнуюсь, что плохо составлено. Ну, наверное, плохо. Да нет, ночи не спадут. Но обязательно плохо. Первый ведь. Копеечный. Ну, оттого-то он, может, мне и дороже. Оттого я и волнуюсь. Прямо, ну, братцы, братцы прямо спеть хотят? Давайте, давайте. Споем. В честь первого годового бюджета Российской Республики. Любимую. Только тихо, чтоб делу не мешать. Кавалер башню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, Где-то варышня, что я влюблен. Ах, вот эта улица, вот эта дома, Вот эта варышина, что я влюблен. Можно? Наташа! Здорово, ну, заходи. Здравствуй, не помешало? Да нет, нет, что ты, мы уже все дела кончили, празднуем. Наталья, нам оркестр из совета предоставить. Как же? Заведем мы оркестр на твоей выдаче. Скорее, сами по дворам пойдем. С чего это ты? С каких это пор в тебе финансовый ум завелся? Давно ли Сачаев чайный переплачивал? А теперь здравище. Выборгский стране денег не выдает. Нехорошо, товарищ комиссар. Нехорошо. А с каких это пор вы, мадам, Советские деньги за семечки почитать стали? Да. Здесь вам Ротцельдов нет, мадам? Да нам немного. Сколько? Пять миллионов. Ой, умру. Ой. Сейчас, смотри. Пускай забирают к чертовой матери из этого проклятого места. Да у меня всей наличности полтора миллиона. Не врешь? Не вру? Ну да, ну чуть-чуть вру. Миллиона два выйдет. Больше не врешь? Ну как перед истинным гостем. Стыди. Не два у тебя сегодня миллиона, А двенадцать миллионов семьсот тысяч. Ой, брат. Ой, с ума сошла. С ума сошла. Да я отводясь таких денег не видывал. Факт. Двенадцать миллионов семьсот тысяч, Двести двадцать пять рублей и сорок четыре копейки. А кто это тебе сказал? Погнакомься. А ты какое это имеешь право в государственном банке командовать? Может тебе еще ионкольные счета показать? Чего? Чего? Да ведь нам надо. Мы же людей в деревню посылаем. В поход за хлебом. А я-то гостейшую квартиру нашла. Тридцать комнат сто икон для одна ведьма. Икону и ведьму выкинем, детки пенсион стоить будем. Ну, давай деньги. Так нет у меня? Так-то тебе ничего не дашь? Дам. Говно бы. Ну, сказал дам, значит дам. Все на себя. Сто тысяч могу выдать. Хватит. Довели до точки. Для чего же мы революцию ей делали? Для того, чтобы торговаться, как купцы населенные. Именно для этого. Ну, ладно, ладно. Иван Михайлович, прибавим. Ну, ладно, берите двести тысяч и бегите, пока не передумал. Плют человек оставлю. Ну, ну, обзывай, обзывай. Меня партия на это место специально поставила, чтобы всю ругань, что в России за пятьсот лет накопилась, на себя принимать. И еще поставила меня сюда партия не кричать «Ура!» Не разбрасывать с песнями деньги направо и налево. А беречь деньгу. Копить ее. Драться за нее. Потому что займов нам по Анкаре с Ллойд Джорджем не дадут. А денег у нас пока что мало. Чертовски мало. Наташа. Ладно. Давай, мильон. Самый огромный. Кто будет говорить? Товарищ Ленин? Жду. Да, товарищ Ленин, я. Так. Понимаю. Понимаю. Готов. Еду. Ну, получайте мильон. Спешите на Выборск. Дела не веселые. Немцы наступают. Давай, Ольга. Еще 800 тысяч. Правильно. Хватит. Это ты у Выборгской стороны спрашиваешь. Вот она отвечает. Выборгская сторона. Прощались мы с тобой. Прощались. А самого главного я тебе так и не сказал. Что я... Что я... Да что говори. Ты сама знаешь. До свидания. До скорого свидания, друг мой Наташа. До свидания, Максим. Товарищ комиссар, отряды построились. Иду. Заседание совета продолжается. Первый вопрос о замене товарищей, ушедших на фронт. Кандидатуры. Кандидатуры такие. По детским домам. Гердокия Козлова. Голосую, кто за. По жилищным делам. До свидания, товарищи. До свидания, Наташа. До свидания. Товарищи.